С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Гармонизация межнациональных отношений как основа благополучия. В Ненецком округе прошел круглый стол на территории единства. Представители власти, гражданского общества и общественных организаций обсудили вопросы межэтнических и межнациональных отношений. Поделиться опытом в этой сфере приехала министр национальной политики Республики Коми Елена Савтенко. В 2015 году в Республике Коми была принята стратегия национальной политики. Главная задача документа, рассчитанного на 10 лет, – обеспечение межнационального мира и согласия. Одно из ключевых событий в этом направлении – создание Совета по гармонизации межнациональных и межконфессиальных отношений. Структура позволяет выстроить прямой диалог власти и общественных организаций региона. За финансовое обеспечение условий для развития народов и народностей отвечает региональная программа «Укрепление единства российской нации. Республика Коми. Край добрососедства». Региональная программа у нас распространена в шести государственных программах. Это и программа образования, и программа здравоохранения, программа правопорядок, программа развития сельского хозяйства, потребительских рынков и так далее, еще несколько программ. Почему нам удобно? Потому что Министерство национальной политики здесь выступает межведомственным координатором реализации региональной программы, которая финансируется из различных госпрограмм. Наличие специальной программы дает региону возможность получать субсидии из федерального бюджета. В 2016 году Республика Коми получила из федерации 14 миллионов рублей. Средства направили на поддержку национально-культурных объединений и духовно-просветительские проекты. По словам министра, религиозные организации играют большую роль в единении народов и противодействии экстремизму. Глава Наринмарской и Мизенской епархии подтвердил значимость этого взаимодействия. «Если говорить о возрождении духовности, значит, русский народ, российский народ, если точнее определить эту суть, проблема, которая стоит перед всеми регионами и перед нашими тоже, заключается в том, чтобы и мы в этой единой семье народов обрели наконец-то почти утерянный смысл нашего исторического и духовного бытия». В Ненецком округе для межнационального мира и согласия 2016 год был объявлен Годом народного единства. Сегодня в округе зарегистрированы 166 общественных объединений, 23 из которых – национально-культурные. У всех есть возможность получать грантовую поддержку, участвовать в социально значимых проектах и знакомить жителей округа со своей культурой. О результатах Года народного единства расскажут социальные исследования, которые сегодня проводит Департамент региональной политики.